Попал, скажем так, из-за своих погубных привычек, любил курить мореплану. Получилось, что всего на 10 лет. Меня задержали дома, при мне было обнаружено 30 грамм каши, посчитали, что этого будет много для меня, и решили, что у меня был мысль у нас был. Начал, как все, употреблять наркотики, ну а потом начал их распространять. Курительная смесь, марихуана. Нахожусь здесь я уже 5 лет, мне еще осталось 6 лет. Мы надеемся на то, что нас в ближайшем будущем выпустят отсюда, возможно, будут введены какие-то изменения в законодательстве, кому-то скостят сроки. Я надеюсь выйти отсюда через ближайшие пару лет, а по факту у меня еще 6 лет. Работает у нас медработник круглосуточный, круглосуточно оказываем экстренную помощь. Вечером также выполняем врачебные назначения, но основной прием – светлое время суток. По 107 статье у нас проходит лечение 66 человек. Из них 52 с диагнозом наркомания, 5 с диагнозом алкоголизма и 9 с диагнозом токсикомания. Один раз в месяц пациенты должны являться на прием. Это обязательно просто для отметки, для того, чтобы в динамике наблюдать их состояние. По прошествии определенного времени происходит прекращение лечения по 107 статье через суд. То есть суд меняет этим 107 статью и, соответственно, суд прекращает лечение по 107 статье. Наша стоматологическая установка работает в внешнем совместителе на полставки, оказывает медицинскую помощь, что касается стоматологии, как плановую, так и экстренную. В момент задержания я уже учился на 4-м курсе в Нархозе, в Минске, на заочном. В Нархозе я учился на логистике маркетинга, а здесь уже исключительно маркетинг. Трудности были, немножко родные помогали, просил какие-то вопросы, если надо было уже с преподавателями, они с Волью уже могли связаться какие-то вопросы. А так, в общем, нам предоставляли лекции дистанционно. Ты их читаешь, конспектируешь что-то, у себя в общежитии готовишься, такие же практически. Так как я учился на заочном, я имею представление и сравниваю. Сравниваю. Особо ничем не отличается, единственное, это отсутствие преподавателя рядом, когда он тебе нужен. Ну, а в остальном все, тут тестирование, так же задаешь зачеты. Было, конечно, сложновато, и как-то, знаете, немножко надо было сосредоточиться. Люди переехали, на восемь сдал добров, я на семерку сдал экзамен, теперь у меня вышеобразование, скорочка. В принципе, неплохо. Мясо, массировки больше уходят, это морковки, лука, молоко диетное, сметана диетная. Турчу-турчу хватает. Например, на сегодня каша перловая, все на нору, а мама диетная, вот макароны. Сужденный может прийти, посмотреть, что у нас на завтрак, на обед, на ужин не выдается. Ты тут явно себя некомфортно чувствуешь, но комфортность тут чувствовать себя никто и не должен. А так, ну, в основном меня обмитает лично, то есть отсутствие возможности делать то, что ты хочешь делать. Стараюсь исправиться, стараюсь поскорее вернуться домой. Делаю все для этого возможное. Родные и близкие сам, конечно, ждут. Я с ними поддерживаю хорошие отношения. В этом плане все классы, звонки у нас предоставляют администрация и КДС. То есть социальная адаптация проходит на нормальном уровне. То есть ты не потеряешься от родственников или от знакомых. Я однозначно понимаю, что я нарушил закон этой страны и, ну, не должен был себя так вести, в принципе. То есть, ну, хотя на тот момент, видимо, этого не понимал. Сейчас я это понимаю, ну, та страна, в которой ты живешь, надо уважать ее закон, те правила, которые в ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok